Доброе утро! Брала вчера чипсы для худеющих. Угу, и такие есть. Обычные картофельные чипсы. Здесь довольно-таки неплохой состав. Брала в 5 у 5 у нас, по-моему. Честно сказать, вкус присутствует каких-то обычных чипсов. Присутствует приправа какая-то. Но на самих чипсах ее не было. И чипсы такие больше, знаете, похожи на коржи для торта, что ли. В целом неплохие. Здесь 70 грамм было. Я их заточила просто вот в один миг. И, в принципе, даже наелась. Короче, для перекусов здесь даже так и написано. Для всяких. Это замена чипсам и сухариком. Любимое лакомство из печеной картошки. Как закуска к легким винам, пиву, салатам, соку. В качестве легкого перекуса дома у телевизора. Между едой на работе и в дороге. Мне понравилось, знаете, больше всего, что в этих чипсах. Что они не лишены полностью вкуса. Я только что нажралась хлебом. Вкусного, который я люблю. С изюмом. Кто довольная моська? Я довольная моська. Ку-ку. Я кушаю сейчас мороженое с клубникой. И за то время, пока была мама молодого человека у нас, я думала, еще больше потолстею. Но нет. Прошло две недели, а я вешу пятьдесят и пять. Это прям победа. Хотя не сказать вообще, что я себе хоть в чем-то отказывала. И ходила в кино, попкорн ела. И дома сколько сладкого ела. Но одно но. Я это делала буквально днем или с утра. Вечером у меня это все отсутствовало. Некоторые вечера я вообще ничего не ела. Не было времени. За счет чего я несколько раз просыпалась утром. И неистово хотела есть. И поэтому решила доесть мороженое, которое у нас было в холодильнике. Буду кушать и буду смотреть новый ролик Рубина Хулина. Привет! Я тут делаю плов в сковородке. Нагрела масло и когда кидала мясо в него, короче, обожгла себе все, что можно, даже подмышки. И засрала все вокруг. Все готово. Такая вкуснятина. Просто. Объедини. Поела попкорн. Это капец. Я так хочу кушать. Нормальную еду я уже съела. И никому бы не интересно было бы, мне кажется, смотреть, что же я ела. Но десерт. Как же без десерта? Вы только посмотрите. Посмотрите. Ну и чаек, конечно же. Где сушенка? Обещали. Я сегодня прям в ударе приготовила гречку, подливу, гречки. Теперь жарю кабачки. Любимые, но не мои. А вчера, кстати, готовила суп. Я обычно, знаете, как делаю? Лук, морковь режу. Не делаю зажарку. Все кидаю просто в бульон заранее сваренный. Картошку и немного лапши какой-нибудь. Соль, перец. Блин. Вот в последнее время словила себя на мысли, что мне не нравится. Мне невкусно. Вот что-то не хватает. Может быть, вы подскажете, что можно такое добавлять, но без химических каких-то ужасных составов. Именно что-то нормальное, что-то такое, что придаст такой вот пикантный вкус или что сделает вкуснее суп. Потому что, когда я стала готовить без приправы, все как-то, знаете, очень даже невкусно. Вы понимаете, да, что это свин. Покушала мороженое. Решила себе приготовить покушать. Делаю макароны. Спагетти. Теперь на сковородке в оливковом масле добавила перец чили и чеснок. По рецепту Антошки. Он, когда рассказал этот рецепт, я сразу решила, нужно готовить. Запах, конечно, стоит прям неимоверный. И да, я буду еще делать грибы. Просто обжарю их. Маринованный лучок у меня чуть-чуть. Будут спагетти. Грибы обжаренные. И маринованный лучок. А это Полина просто себе позволила на выходные оторваться. У меня вчера такой депрессняк был. Из-за одного, короче, дела. Просто, когда вы что-то задумали, вы чего-то хотите, вы к этому идете. Хотите добиться желаемого результата. И когда что-то препятствует, когда не получается, когда что-то происходит не так, как вы этого ожидали, наверное, у многих сдают нервы. И я уверена, я не одна такая. Просто делюсь с вами своими мыслями. Короче, я вчера сорвалась. Обожиралась мороженого. Помимо того, что я съела еще за целый день кучу всего ненужного. А до этого были выходные, на которых я сорвалась тоже. Ну, не сорвалась. Просто решила себя побаловать, позволить себе больше, чем я обычно позволяю. Я сняла кусочек, что после съеденного мороженого я набрала буквально, наверное, килограмм. И это была первая порция мороженого. Когда я узнала плохие новости, я решила доесть окончательно все мороженое. Да, даже не депрессняк. Я просто называю депрессняком обычное даже мое плохое настроение. Есть какие-то пути решения проблем, но иногда я просто закрываюсь в себе, и получается так, что ни к чему хорошему это не приводит. Я пытаюсь избавиться от этой привычки, так делать, закрываться, все в себе переживать, либо наоборот психовать. Нужно это пережить просто. Знаете, это мне напоминает, просто приведу пример. Вы спринтер, вы бежите по дорожке, вы видите цель, и вы двигаетесь к ней. Кто-то выходит на эту дорожку и ставит вам подножку. Получается что? Получается, вы падаете, разбиваете лицо. Ну вот это мои представления какие-то о моей данной ситуации. И я знаю, что, блин, ну лучше не грызть себя, лучше не трепать себе нервы, поберечь себе нервы и другим тоже. Все это накапливается, все это навешивается на меня как камни, и все это тянет меня вниз, опускает руки, и, понимаете, ничего не хочется делать. Сегодня я села на правильное питание снова. Мы в последнее время, кстати, с молодым человеком едим вот такие вот хлопья. Нам нравится. Понятное дело, мы не постоянно так будем питаться. Буду пытаться питаться, так как питалась раньше. Мой рацион будет состоять из одного куска мяса, может быть яйцо вместо мяса и куча салата. И так три раза в день. Можно, допустим, делать, как я делала в свое время. Жарила яйцо вместе с фасолью. Это вот такая вот вкуснячая просто вещь. Если туда еще добавить сыр, это вот просто, просто объедение. Можно вот это вот делать вечером. Кстати, наверное, сегодня даже и сделаю.